Всем доброе утро, понедельник. Я сегодня одела таки шубку, потому что дождя нет, но по-прежнему холодно. Поэтому я, как я думаю, проведу эксперимент вообще, как мне в ней будет. Она, конечно, очень легкая, мне комфортно в ней. Я не думаю, что она очень-очень как бы теплая, не теплее, чем моя куртка, которую я купила. Так что, думаю, мне будет в этом супер. Надеюсь на это очень. Такая вот рыженькая. Сеня, хоть дождя вроде не должно быть. Очень радует. Холодно, но хотя бы с неба не льет. Я даже зонт не брала. На радостях, может, еще и будет. Я еще и в шубе, без зонта. И небо, посмотри, какое. Ой, ааа, жесть. Капец. У тебя, наверное, погорячилось, да? Блин, ну что это за небо? Лё, тучи, разойдитесь. Развести надо тучи руками. Так что, ты мне зонт не дашь свой, да? Ты же просто как бы на машине, и я без. Назад может быть ливень. Я намокну. Пофиг. Потому что твой зонт. Да. Поэтому не дам. Не дам. Своё надо, мать. И после этого кто-то будет утверждать, что я что-то не так сказала. В одном из видео. О том, что муж жлобяра. Он даже зонт жене не дал. Вали, говорит, под дождём. Блин. Пешочком, ладно. Вот вам и зарядочка, спортзал. Он в машине с зонтом. Ну да, моя оплошность. То, что я не взяла зонт. Лянуло, у нас было солнце. Но сам факт. Ой, ребят. Идёт дождик. Мелкий очень на данный момент. Мне хотя бы до пункта назначения дойти. Так сказать, и не промокнуть насквозь. Но всё равно, да, пишут, что распогодится сегодня. Ну, пока время не совпадает. Пока не совпадает время прогноза. Как я говорю, перебежками. А по поводу, я же говорю, кому не нравится максимально просто то, что я говорю. Возможно, даже, знаете, а вы правы. Я неправильное слово подобрала. Живоб. Безразличие, возможно. То есть, может, кому-то ему было бы и не жалко дать вкусняшку, которая лежит у нас дома. В холодильнике, да, там, в семечке, там, что-то сладенькое. К чему я неравнодушна, и он об этом прекрасно знает, это покупает. Ещё и садится есть, это часов в десять, в одиннадцать вечера. Вот как вчера он ел. То есть, мне на правильное питание переходить очень тяжело. И придерживаться, и сдерживаться, когда я люблю всякие вкусняшки, и у меня уже какая-то зависимость от них очень сильная. и, ну, и тут, как бы, высадить жену под дождь и сказать, я не дам зонт. Нет. Возможно, это не жилобство. Может, вы правы. Защитники. Возможно, это просто полное безразличие к своей супруге. Ещё хотела передать привет своей зрительнице Елене, та, которая написала мне в Телеграм. Она поймёт, о ком идёт речь, если она посмотрит это видео. Большое спасибо вам за ваше сообщение. Она там указала на один моментик, на который я не обратила внимания, но он очень важен. И я ей не говорю за «почему ты меня учишь чему-то? Иди ты нафиг! Мне на твоё мнение!» Это действительно было по делу сказано. И когда действительно по делу, я никогда не воспринимаю во вштыки такие слова, сообщения, комментарии. Но если мне говорят на чёрное-белое, ну, не-не-не. Я обращу обязательно внимание в следующий раз на этот моментик. То есть, мой косяк. Это, я согласна, здесь на миллион процентов, на миллион. Смотрите, какие лужи. А я иду на маникюр. Делала мне Катя вопросов в ноль. Ровно месяц, ни от слоек, ни от каких сколов, нигде, ничего. Месяц прошёл, я относила на одном дыхании, и всё. И вот иду делать новый маникюр. Единственное, я люблю, знаете, чередовать там светлый-тёмный-тёмный-светлый. Я люблю светлый. Но он такой маркий. Особенно даже если я готовлю там мою посуду в перчатках, то когда что-то кушаешь такое руками, те же креветки. Посмотрите, сколько воды. Толсто. Толсто. Шашлык, например, да? То есть, ну ты же не будешь как бы кушать ещё и в перчатках что-то такое. То есть, окрашивается достаточно сильно. и вот я иду и до сих пор думаю, какой же цвет я буду делать. Потому что после этого я хотела делать светлый. Хотя мне нравится этот цвет. Я им довольна. То есть, с момента, как мне сделали маникюр и до момента, пока мне снимут, я довольна. Формой, цветом, ноской, ну и так далее. Видите, солнышко пробиваться пытается. Ну, опаздывает. Не совсем по прогнозу. Ну, хорошо, если сейчас иду, дождя нет. Я уверена, что я успею дойти до салона, не намокнув. Просто, когда у тебя есть определённая запись, да, по времени, ты не можешь опаздывать и где-то пережидать, пока дождик проскочит. поэтому. А вот уже назад, даже если вдруг он пойдёт, я подожду, пока он перестанет. Ну, а что делать? Вот в этом каньоне Ротшильд Светик мне сказала, что есть спортзал, абонемент в месяц вообще как бы недорогой. Но когда я, кстати, говорила о том, что мне не с кем идти, я ни в коем случае не подразумевала своего мужа, потому что я с ним не хочу идти, и тем более, что ему этого априори не нужно. Но какую-то подружку многие не хотят ходить. Я сама, если честно, всё это дело не люблю, но в данный момент я понимаю, что просто нужно как-то себя брать в руки своей физической и так сказать внешностью. И у многих дети маленькие как бы не позволяет время где-то куда-то ходить, потому что нет бабушек, дедушек, которые можно сплавить. Ну, поэтому вот и не с кем. Тем более, у меня не так уже много здесь прям подруг. А ещё и в городе вот Ируська. Интересно, она бы ходила или нет? Ируська, если ты меня смотришь, напиши коммент, ходила бы ты в спортзал со мной. Просто она живёт не в решении о Вашкелоне. Поэтому не знаю. Так, пришла я уже в салон раньше времени, но я посмотрю палитру пока. А нет, не посмотрю я никакую палитру, потому что я так понимаю, она придёт конкретно по моей записи. Больше никого нет, ни другого мастера. Ну, ничего, вот лавочки, сяду, подожду. Вот мои ноготочки сделала. Такое вот нюдовое с блёсточками. Захотелось мне что-то светленькое. Праздник! продолжается, как мы с Катей посмеялись. Обычно говорят, такой, ну, на Новый год прям делают. Я говорю, ну, а у меня, говорю, праздник продолжается. Всё, я люблю блёсточки, это моя болезнь. Вот этот магазин Topten, в котором я заказывала онлайн. Не знаю, зайти посмотреть. Вот это вот бижутерия. Это бижутерия, это тут допустим, целый набор может стоить 50 шекелей, набор. А вот дальше у них там уже серебро-позолото. вот здесь 14-ти каратный позолото, как я покупала. А вот, кстати, мои серёжечки. И в магазине они стоят даже под такими клипсами, то есть вы не снимете их сами, эти изделия, потому что считается как бы полудрагоценная. вся. Вот смотрю, колечки, кстати, позолоченные, очень такие симпатичные. Мне кажется, всё-таки это будет недолго носиться, как с размерами быть, к примеру, да. Не знаю. А вторых, серёжек, кстати, нет моих. Друзья, занималась тренировкой дома. Да уж. С набором веса и когда ты вообще ничего не делаешь, даже пять минут кажется тебе чем-то нереальным. Хотя это очень легкая была тренировка. Но я такая честно, уже отдышалась и решила вам записать. А пока я занималась, мне там подруга Сашкилона пишет, что проникновение террористов, прикиньте, причём в центральных городах, проникновение в городе Раанана. Написано, что жителям центра быть осторожнее, так как неизвестно, куда террористы могли уже за это время проникнуть. Угнали автомобиль. Ой, в общем, веселухо. не знаю. Как-то вроде я уже немного так абстрагировалась. И опять только немножко абстрагируешься вообще от этой всей ситуации. Опять в общем, как-то так, друзья. Всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши комментарии, за то, что приходите на мой канал, за вашу активность на моём канале. Приветствую всех своих новых подписчиков и зрителей. Всем огромный вам привет. Оставайтесь со мной дальше. Всем огромное ещё раз спасибо. До скорой встречи. И всем пока-пока. Пока.